всем привет добавляйтесь у меня есть 13 минут поболтать с вами сразу хочу напомнить пока вы добавляетесь дорогие мои очень много вопросов приходит мне в личку не могу на все ответить там по поводу какой-то вещи или какие-то не знаю какой объем ресниц как у кого зубы отбелил кстати не очень белый из-за этого фильтра и так далее практически вся информация есть сохраненных stories ах о привет magic листья мать куда несешь на lpg практически вся информация есть сохраненных stories пожалуйста смотрите рубрику там есть и рубрика ищейка где можно найти вещи также вещи которые вам понравились можете найти по хэштегу катя колесниченко лук вот практически под каждым постом где отметка на какую-то вещь пост про какую-то вещь например как шапки вот да вчера выставила там есть этот хэштег я ставлю специально уже показала очень красивый муж спасибо огромное много кстати людей пишут что мол почему скрывали вот кто девчонки кто из нормальных адекватных людей заходили к нему на страницу видели что там сейчас началось какие гадости стали писать и муж говорит слушай у тебя такие некоторые подписчики прямо хейтят и женщина какая-то ему пишет за что вас так хейтят что вы такого сделали теперь понятно да наверное почему мы не очень-то хотели показывать я не очень-то хотела показывать мужа потому что в принципе я понимала что есть такой процент злых людей которые пишут только гадости как ты пытаешься пытаюсь из последних сил катя привет ты укачешь малыша или он сам засыпает вот вы знаете некоторые меня может быть мамки осудят но я никогда не качала малыша вот так вот я просто изначально мне и сестра сказала побереги свою спину и пока он был маленький я приучала его к пеленочке я выкладывал об этом пост что вот когда ребеночек поезд я клал его на плечо чтобы он соргнул и потом с этой же пеленочкой на которую он на плече засыпал и я клала его кроватку потом он привык что пеленочка значит спать сейчас он привык что когда он покушает горячую смесь он так глазками ручками глазки трет мне может когда нибудь засниму вам видео покажу и готовится спать вот теперь у него такой рефлекс а вообще действительно ребеночек это набор рефлексов и к чему вы его приучите то и получите не качаешь правильно делаешь да вот мне когда-то писали а что ж ты за мамка такая хоть бы покачал если не качаешь ребенка это не значит что ты его не даешь ласки тепла и заботы это значит просто твой ребенок может заснуть сам или при помощи других методов а те детки это предлагаю на которые приучены к укачиванию они не могут уже без этого заснуть я считаю наоборот это для самого ребеночка плохо и для вашей спины потому что детки растут особенно мальчики становятся тяжеленькие и потом уже знаете вопросы как говорится кому к себе же вот естественно когда там допустим зубки были температурка я таскаю его на руках он на ручке просится но такого чтобы не мог заснуть без укачивания слава богу такого нет и вот даст бог когда будет через какое-то время второй ребеночек я планирую мы планируем дочу я тоже не буду ее укачивать как ты похудела после родов во первых я сделала липосакцию скоро смогу вам показать до и после вот будете в шоке сто процентов просто аж попутайте поэтому следите так малыш всегда кушать только перец он ест каждые четыре часа вот но практически всегда после еды он как будто бы готовится спать но иногда хоп и проснулся так вроде бы засыпала потом раз глазки пять копеек но естественно днем я не препятствую пожалуйста пошли играться а уснул так и спи себе на здоровье маленькие детки ведь так чем больше он спит тем лучше ему да аж попутаете только смесь даете или уже прикуп я говорила уже раньше где-то месяца в четыре мы пробовали давать пюрешки и кстати далее фрутан и аню неплохо вроде зашли кабачки потом гербер дали брокколи и высыпала сразу на щеках диатез газики какие-то даже колики начались колики кстати прошли вот многие пишут от коликов как как боролись прошли где-то около трех до трех месяцев на они нас мучили вот я давала испанезан baby от коликов и давала баботик тоже достаточно такой эффективный ты всегда красотка внутри искренне позитивное спасибо вам огромное хуже сестрой красотки спасибо приятно еду на lpg вот как раз таки 29 января будет ровно два месяца как я сделала операцию вот эту вот липосакцию меня был очень большой объем большой объем это значит много зон и много жира ненужного откачали вот но естественно я стараюсь следить за питанием потому что обидно так будет терпеть какие-то болезненные ощущения первое время было очень больно честно скажу вот но она того стоит на правильном питании да я заказываю питание и на мне предлагает тоже и на фут у нее очень вкусно но честно говоря я когда была беременная питалась иный фут вот там есть у нее также не штрудели штрудели а мне прям нельзя мучное когда я худею даже утром и я естественно эти все мучное да не могла так знаете отдать мужу по-честному все точила и сверх этих посчитанных калорий поэтому пока что с иной фут я не питаюсь вот заказывала grow food есть такая фирма питание тоже с подсчетом калорий хорошие ребята но у каждой фирмы знаете меню время от времени повторяется поэтому я чередую их между собой чтобы не надоедало сейчас есть такой тренер гусев не помню как его фамилия не путайте с домовским гусевом пожалуйста это не тот вот у него тоже есть level kitchen я сейчас заказала на месяц их еду у них прям такая знаете в основном белковая пища то есть если в grow food и уины присутствуют углеводы гарниры там все посчитано здесь тоже все посчитано но здесь в основном белки посмотрю как я на белки отреагируют привет катюша как соленок но вы видите посадить истории соленок прекрасно себя чувствует вам проще было сделать операцию чем просто не есть и спорт вот вы люди кто не знает ситуацию до и после говорите сейчас естественно как говорится не знаете о чем говорите если речь идет о каких-то набранных там пяти килограммах это конечно вы правы но у меня за беременность было набрано 30 лишних килограмм и естественно очень испортилась фигура я думаю что многие девушки кто родил прекрасно понимают какие зоны остаются некрасивыми проблемными и так далее вот более у меня был липофилинг неудачный вот кто давно на меня подписан я еще блондинка была в коре липофилинг это когда в ягодицы закачивается свой жир и в те зоны где был закачан жир вот когда я хаотично стал набирать вес из-за беременности там прям как очень неправильно неравномерно нарос жир и получилось что нет не просто целлюлит а какое-то вообще облако бесформенное я вам покажу подсмотреть посмотрите второе рогдеешь опять липосаксы будет ну я планирую со вторым не набирать такую кучу весов что я же не знала что так вот все будет я же думала что я особенная у меня все-то отеки вот ну как бы могу себе позволить в первую беременность разожраться потом откачать жир но сразу говорю это нелегко и когда вот мне пишут проще пойти в зал проще пойти не есть конечно это проще потому что операция это очень сложное испытание но это быстрый результат вот сейчас у меня талия почти когда беременности я бы хрен за два месяца честно вам скажу добилась такого результата с вашими тренировками и питанием поэтому будем честными давайте будем честными тренировки питания это конечно и времени много до нужно понятно тоже у меня была реперитация вот короче нужно взвешивать за и против и выбирать что каждому ближе и напоминаю вам дорогие девы давайте не будем осуждать потому что у каждого свои возможности у каждого свои предпочтения да не например не хотелось уродоваться за я люблю зал только ради тонуса когда надо уродоваться чтобы убрать например пока или живот который после беременности это странный огромный остался мне как будто я все-таки еще беременна и и даже форму на себя не натянуть ну как бы такое липосакцию ты уже сделал да я сделала липосакцию 29 ноября ноября 29 января будет два месяца после операции наркоз тоже это очень вредно где-то отложит отложатся ну знаете наши кстати люди почему-то очень привыкли всего бояться до наркоз это вредно операции это страшно понятно что это вмешательство в тело это реабилитация иммунитет падает это сто процентов но вы так боитесь все-таки медицина и прогресс идет вперед а вы боитесь наркоза который как будто мы говорим о наркозе из шестидесятых мать поэтому ваше дело бояться или не бояться но я выбираю не бояться мне надо с той стороны остайтесь здесь пожалуйста вы я вот здесь все я про это приехала друзья